Всем привет, вы на канале CryptoCommons и что мы видим сегодня на рынках, это то, что биткоин пошел в небольшую коррекцию, о чем мы говорили с вами вчера и по какой причине, собственно, мы расставляли с вами ведра, ведра на до загрузку позиций в лунг. Если биткоин сделает вот так, то нальет во все наши ведра и потом все-таки полетит дальше наверх по закону To The Moon. Но пока что мы видим, что он спускается вниз, это очень хорошо, так как у нас с вами есть заявки на покупку и если он пойдет наверх, то у нас там исполнятся заявки на продажу, то есть частичные тейк профиты. В то же самое время золото походу собралось на To The Moon, посмотрите-ка, и напоминаю вам, что золотом вы можете торговать на бирже Femex, на которой я торгую, ссылку на которую вы найдете в описании этого видео, регистрируйтесь по ней, получайте дополнительные бонусы на депозиты. И да, золото пошло, я начал частично разгружать, но не по той причине, что я не верю в золото, а по той причине, что сегодня пятница и, соответственно, завтра-послезавтра у нас будут выходные и будет вот такой вот флэт, поскольку золото в выходные не торгуется. Так что чего я жду сейчас примерно вот такого движения до следующего уже пробоя, будем надеяться, что наверх. Вот, поэтому золото имеет смысл частично разгружать лимиточками, аккуратненько, что я, собственно, сейчас тоже и сделаю. Поставлю лимиточку на продажу еще 5000 контрактов. Вот, другие 5000 я разгрузил только что до начала записи этого видео. Вот такая замечательная биржа Femex, потому что вы можете диверсифицироваться и торговать не только криптой, но также и золотыми контрактами здесь. Окей, все это то, что сейчас происходит, не отменяет мой долгосрочный прогноз цены по биткоину, потому что я все еще верю, что мы пойдем переписывать all-time high и устремимся к новым высотам на пике этого цикла. Но, тем не менее, надо понимать, что если это и будет, то это будет очень резко, типа как это было в прошлые разы. Вот здесь и вот здесь. Обратите внимание, что биткоин в конце своего параболического движения обычно очень быстро также откатывался назад к тем же примерно значениям, где оно и начиналось. То есть к предыдущему сопротивлению. Вот здесь вот у нас было предыдущее сопротивление, оно стало поддержкой медвежьего рынка. Здесь у нас было предыдущее сопротивление и поддержка, которое стало поддержкой медвежьего рынка. Но вот эта финальная фаза Pump & Dump, она происходит вообще очень резко. Как и вот здесь тоже было, вот это, и вот здесь. И сейчас тоже, ребята, если мы будем двигаться таким же образом, то вот этот примерно уровень, где мы сейчас, окажется поддержкой после финального Pump & Dump, ребята. Поэтому вот примерно такого сценария я жду по биткоину. Напишите в комментарии, какого сценария ждете вы. И если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал, если вы почему-то все еще на него не подписаны. Окей, но это всего лишь технический анализ и спекуляции. На недельном таймфрейме очень важно еще отметить тот факт, что мы сейчас вернулись на ретест сетки EMA Ribbon. Посмотрите-ка, мы сейчас тестируем ее как сопротивление, и для быков нам очень важно, конечно, ее пробить и удержаться над ней как над поддержкой, чтобы пойти дальше выше. Потому что пока мы все еще можем рассмотреть сценарий, что мы от нее сейчас отвалимся и пойдем дальше вниз, тестировать вот эти вот минимумы. Вот. Тем не менее, на двухнедельном таймфрейме картина другая. На двухнедельке мы как раз точно удерживаем сетку EMA Ribbon как поддержку. И на бычьих циклах прошлых, как вы можете видеть, мы никогда не пробивали двухнедельку, всегда удерживали ее как поддержку. То есть, если мы ее пробьем, как вот здесь, это уже будет подтверждение медвежьего рынка и финальной фазы, скажем так, медвежьего рынка. Вот здесь мы очень долго на ней сидели. Все равно отскакивали сильно, но потом пробили. И это была финальная фаза медвежьего рынка. Сейчас, смотрите, ключевой момент, просто исторически важный момент. Если биткоин удерживается выше и начинает движение, то я спокоен абсолютно и уверен в том, что мы перебьем этот хай и пойдем гораздо выше. Типа как по золоту сейчас. Но если все-таки мы задерживаемся здесь какое-то время, в районе этой сетки, то я буду уже, конечно, менее уверен в том, что рынок бычий и буду рассматривать сценарий пробития вниз. Поэтому однозначно тут сейчас ничего не скажешь. Но это всего лишь технический анализ и спекуляции. Но давайте обратимся еще к фундаментальному, к ончейн анализу и послушаем, что говорят ребята из Glass Note. Теперь, что мы можем видеть, мы получаем среднее значение разрушенных монетодней, что является объемом продаж. И он начинает совпадать со стимулом к продаже, который является ценой, особенно на поздних стадиях бычьего рынка. Мы видели это еще раз в 2021, когда мы попали в пик января. И мы видим это в 2013. И на обоих этих пиках среднее значение разрушенных монетодней совпадает с стимулом к продаже. То есть цена была достаточной, чтобы вытащить монеты из кошельков в холд. Их траты совпали непосредственно со стимулом. Обратной стороной этого являются медвежьи рынки. Заметьте, это белое разделение между двумя линиями. Это также видно в 2018-19. И мы это видим после вершины в мае. Мы видим еще одно расхождение этих двух метрик. Это может указывать на то, что даже учитывая, что стимул, нынешняя цена в районе 38 тысяч, здесь была 69 тысяч, было некоторое увеличение трат. Но в целом, ходлеры держали свои монеты в кошельках. Меньше трат и больше убежденности в рынке. Окей, что мы видим по доминации биткоина? По доминации биткоина мы видим все то же самое. Вярвенький отскок. На недельке мы трогаем сетку, от которой мы отвергались уже здесь и здесь. И очень важно опять же сейчас посмотреть, что будет. Если мы отвалимся вот так, то, ребята, это будет индикатор, сигнал на огромнейший альтсезон, который нас ждет, если мы перепишем вот этот вот лоу и также вот этот вот лоу по биткоин-доминации в 36% по трейдинг-вью. Если же мы сейчас отскакиваем сильнее, что может произойти спокойно, потому что у нас там желтые точки и дивера, то, соответственно, лучше находиться сейчас в биткоине, чем в альткоинах. Но потом я жду все равно обновления этого лоу. Не верю я, что этот альтсезон закончился выше по доминации, чем вот этот вот лоу в 2017-го года. Но это опять же мои догадки, мои хотелки. Не факт, что все так будет, как я говорю, дисклеймер, не финансовый совет. Что по новым альтам? А вакс. Посмотрите, как четко удерживает. Вот говоря, кстати, об сетке EMA Ribbon, а вакс четко удержал ее и, походу, пошел отскакивать. Причем надо заметить недельную сетку EMA Ribbon. А вакс удержал. Надо посмотреть, как закроется эта неделя и начнется следующее. Если авакс сможет удержать вот эти уровни, то, в принципе, тут еще вариант с полетом наверх есть. Так же, как и по Матику, который тоже блестяще удерживает сетку, как вот я отмечал здесь стрелочками не так давно. Поэтому все вот эти трендовые альты, скажем так, которые растут в этом цикле, они показывают нам силу рынка. Чего не скажешь, конечно, об альтах типа Litecoin, который все еще находится на дне своего логарифмического канала и который мы все еще с вами ждем гораздо выше, куда-нибудь в район 2000 долларов в этом цикле. Или такие альты, как Dash, которые тоже находятся все еще на дне своего логарифмического канала и еще даже толком расти не начинали. То есть, с точки зрения инвестора, долгосрочного, да, такого позиционного трейдера, это отличная зона для аккумуляции Dash. С точки зрения скальпера, да, это не лучшая монета сейчас, поскольку она особо не дает ничего. Polkadot тоже, посмотрите, тестирует нижнюю линию, вот эту трендовую, которую с натягом можно назвать, конечно, трендовой, потому что еще очень мало информации здесь. Ну, можно попробовать как-то вот так тренд изобразить. В таком случае, да, мы сейчас в зоне, возможно, пригодной для покупок. Polkadot к биткоину вывалился из канала и похоже, что этот пробой даже будет не ложный. Поэтому, опять же, с точки зрения вероятности, хорошая цена, поскольку мы на дне этого канала, но по факту мы можем уйти еще ниже, и никто ничего не сможет сделать. Cake просили меня посмотреть тоже. Посмотрите, он провалился ниже линии поддержки. То является не очень хорошим знаком, показывающим нам слабость тренда. Тем не менее, зона, опять же, очень пригодная для покупок, потому что, как минимум, возврат на эту трендовую, я думаю, что нас ждет в какой-то момент. Compound тоже выглядит не очень хорошо. Посмотрите, падает и падает. Все никак, даже намеков на отскок никаких не дает. В общем, грубо говоря, альцезон – это такой тяжелый альцезон для многих. Basic Attention Token разве что. Посмотрите-ка, удерживает аптренд. Вот эту кривую поддержку, которую я рисовал, в принципе, мы удержали. Вот по Basic Attention Token интересные сейчас происходят вещи в плане технического анализа. Тем более, к биткоину я вам напоминаю, что он еще даже не начинал расти. Это при том, что он достаточно хорошо отбился вот здесь и показал повышающиеся минимумы. Так что, возможно, по Basic Attention мы еще увидим с вами хороший импульс. Если закрепимся над этой трендовой и пробьем вот это сопротивление. Что у нас по метавселенам? Давайте глянем. Sandbox тоже прекрасно отбился от сетки AMA Ribbon. Показывает силу тренда. Sandbox к доллару отлично отбивается, несмотря на то, что очень сильно перекуплен актив. Я вам напоминаю, если вы смотрите меня первый раз или недавно, просто напоминаю, что Sandbox уже выдал 40 тысяч процентов и сейчас все еще на 23 тысяч процентах находится от своего low. Так что я не призываю его сейчас лонговать, но выглядит так, как будто бы он готов сделать еще один импульс перед уже фазой коррекции. SandBTC тоже, посмотрите, вообще идеально просто удержал вот здесь вот первую струнку этой сетки. Очень хорошая сила в этих проектах метавселенных наблюдается сейчас. То же самое и по MANA, посмотрите. Ну MANA, конечно, чуть посильнее скорректировалась, но при этом тоже очень хорошо удержала здесь поддержку. И MANA к биткоину тоже, похоже на Sandbox, отбивается прямо от верхней границы AMA Ribbon. Но при этом, напоминаю вам, что в логарифмическом канале, где мы видели с вами, что Litecoin и Dash находятся внизу, MANA и Sandbox находятся наверху. Поэтому стратегически, исторически, как я не знаю, что сказать, статистически, тут, конечно, зона для продаж больше, чем для покупок. И по Луне точно такая же история. Если вы посмотрите на Луну, то она тоже на своих относительных хаях. В общем, неразбериха полная, ребята. Говорю вам честно, как есть. Эфир тоже, похоже, что сейчас уходит в коррекцию, но тем не менее, вот эта фаза по эфиру очень напоминает вот эту фазу из 2016 года, когда тоже все думали, что он уходит в коррекцию. И в итоге что мы увидели? Обратное движение. Так что эфир все еще может запампиться куда-нибудь очень-очень высоко. Так что мало не покажется. Вот, друзья, но это все дисклеймер, не финансовый совет, сами понимаете. Золотишко надо потихоньку разгружать, потому что пятница. Так что вот мы закрыли еще часть позиции, забрали профиты. Напоминаю, что ссылка на биржу Femex в описании. Там же, где есть ссылка и на биржу Bybit. На бирже Bybit отличные тоже плюшки и ништяки. Сегодня вот делали в телеге пост. Вы можете получить как стандартный бонус до 3500 USDT на депозит, так и выиграть часть пирога с фонда 100000 USDT, торгуя, заполнив вот эту вот форму. Так что зацените обязательно условия проведения этой акции у нас в Телеграме. Ну вот тут тоже лонги потихоньку разгружаются, догружаются, сами держатся. Биткоин, XRP, Dash. Не вижу я сейчас отсюда сильной коррекции. Вижу скорее, что немного нас сейчас помурыжет. Может быть сходит куда-нибудь к чуть выше моих точек входа, и потом все-таки мы за эту замоним. Но напишите мне, что думаете вы, ребята. Фандинг у нас опять же показывает, что большинство шартят, соответственно лонгистам платят. Это очень хорошо. По биткоин кэшу, кстати, первая зеленая свеча хайка наши. Пускай вот такая вот маленькая, но тем не менее. Это хороший знак. Пора бы ему тоже уже хотя бы до сетки сходить, а это я напоминаю, что район 480-500 баксов, так что. Такие вот дела. С вами был Гринни. Это канал CryptoCommons. Дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok